Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего ролика – система оценивания студентов. В данной информации соответствует казахстанским бально-рейтинговой системе оценивания знаний. В данном видео мы рассмотрим следующие темы. Академический календарь студентов. Как рассчитать рейтинг? Как рассчитать итоговую оценку? Как рассчитать оптимальную оценку за экзамен? Данный расчет будет проводиться по одному предмету. Который продлится один семестр. Учебный год состоит из двух семестров. Первый длится до зимы, а второй – до лета. Каждый семестр состоит из 15-й недели. Студенты будут получать оценку по следующим пунктам. Текущая оценка формируется от посещения и выполнения по лекционным и лабораторным или практическим занятиям, также выполнения работы самостоятельной работы студента. Самостоятельной работой студента с преподавателями. Время выставления течения учебного периода. Рубежный контроль 1. Проводится на 7-й или на 8-й недели. Рубежный контроль 2. Проводится на 14-й или на 15-й недели. Экзамен проводится после 15-й недели. Форму проведения рубежных контролей и экзамена вы можете уточнить у лектора по данному предмету, чтобы узнать точную дату проведения всех мероприятий. Вам нужно войти в свой личный кабинет. Выбрать календарь. В открывшемся окне вы можете более подробно ознакомиться с датами. Начало семестра. Конец семестра. Период выставления средней оценки за учебный период. Сколько недель вы обучаетесь за первый семестр учебного года? Период проведения первого рубежного контроля. Период проведения второго рубежного контроля. Период проведения сессии. Зимний каникул. Также второй семестр. Период прохождения практики. Периода выставления итоговой оценки по практике. Летний каникул. Для расчета итоговой оценки нами было изучено нормативный документ АИС Платонус и консультация с программистом в отделе Платонуса. Давайте перейдем к расчетам. Для примера возьмем прошлогодние оценки студента. Имея оценки за, текущую оценку, оценку зарубежный контроль 1, оценку зарубежный контроль 2, мы можем рассчитать рейтинг. Чтобы рассчитать рейтинг, воспользуемся следующей формулой. Полученный результат соответствует оценке в Платонусе. Чтобы рассчитать итоговую оценку, воспользуемся следующей формулой. Полученный результат соответствует оценке в Платонусе. Для получения определенной итоговой оценки мы должны посчитать оптимальную оценку за экзамен. Для примера возьмем следующие параметры. Рейтинг равен к 60. Мы хотим получить за итоговую оценку больше 70. Для этого мы должны рассчитать оценку за экзамен. Воспользуемся следующей формулой. По итогам расчета мы должны получить оценку за экзамен больше 85. Буквенная оценка и ее цифровой эквивалент по стабальной системе, приведенные в таблице. Если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В комментарии пишите тему для следующего видеоролика. Всем до свидания и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok